МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА С главными событиями к этому часу в студии Екатерина Дементьева. Увеличение продолжительности здоровой жизни и снижение смертности, ликвидация кадрового дефицита в медицинских организациях, охват всех граждан профилактическими осмотрами не реже одного раза в год. Эти и многие другие меры по здоровью и сбережению будут реализованы в Ненинском округе в рамках национального проекта здравоохранения. Первый этап программы и ожидаемые результаты рассчитаны до 2024 года. О том, что конкретно будет сделано в регионе в этом направлении, доложил главе округа руководитель профильного департамента Сергей Сверидов. Ненинский округ участвует в шести федеральных проектах в сфере здравоохранения. Благодаря реализации нацпроекта развития первичной медико-санитарной помощи, в 2020 году в регионе будет построено и сдано в эксплуатацию 9 фельдшерских здравпунктов. Они заменят аварийные. В трех поликлиниках региона внедрена новая модель медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь. Для достижения результата также необходимо своевременное оснащение пристройки к окружной больнице и инфекционного корпуса. Пристройки уже проектно-смертная документация имеется. Документы все необходимые были поданы в рамках дорожной карты в Минздрав. Сейчас находится Министерство экономического развития. Но хотелось бы отметить, что без решения этого вопроса в полном объеме реализовать этот проект не представляется возможным. Соответственно, для нас это очень важный вопрос. И с федерального бюджета по проекту в рамках разделения софинансирования около 760 миллионов рублей. И готовится проектно-смертная документация в настоящий момент на строительство инфекционного корпуса. В Ниндской окружной больнице открывается первичное сосудистое отделение. На его оснащение предусмотрено почти 9 миллионов рублей федеральных средств. Эта мера позволит снизить смертность от болезни системы кровообращения на 25% за весь период реализации первого этапа проекта. По результатам деятельности за первый квартал 2019 года смертность от болезни системы кровообращения составила более 438 случаев на 100 тысяч населения. Из них смертность от инфаркта миокарда 54,8, от острого нарушения мозгового кровообращения 45,6 на 100 тысяч населения. Особое внимание в рамках нацпроекта будет обращено и на борьбу с онкологическими заболеваниями. Своевременность и комфортность прохождения диагностических процедур при возникновении подозрений у пациента онкологического заболевания обеспечит создание Центра амбулаторной онкологической помощи. Предусматривается дневной стационар для повышения доступности методов противопоколи, лекарственной терапии, химиотерапии. То есть мы в данном центре, на сегодняшний день у нас один онколог, созданием Центра будет три онколога, два будут вести амбулаторный прием, а третий будет заниматься непосредственно химиотерапией, что у нас сегодня, к сожалению, конечно, нет. И мы проработали вопрос, в Минздраве было отмечено низкая стоимость лекарств, которые назначаются по химиотерапии. Это было решение онкодиспансера Хангельской области, мы непосредственно с министром и руководителем онкодиспансера отработали и решили этот вопрос после того, чтобы назначались соответствующие химиотерапии, которая будет более действенным результатом, чтобы они на средствах не экономили. Проект призван бороться и с младенческой смертностью и детскими заболеваниями. В этих целях планируется повысить долю посещения детьми медицинских организаций с профилактической целью. Также планируется дооснастить детское отделение окружной больницы современным медицинским оборудованием, провести текущие капитальные ремонты. Наряду с этими мероприятиями будет решаться проблема ликвидации кадрового дефицита в медицинской среде, повышение квалификации врачей, реализация мер адресной социальной поддержки медработников и обучающихся в медицинских образовательных организациях. Мария Владимирова, Дмитрий Лукевич, Телеканал «Север». Ученые из Московского физико-технического института планируют провести на восток Неницкого округа качественный интернет. Как отметил исполнительный директор научно-технологического центра телекоммуникации и освещения обстановки Арктического института МФТИ Александр Голумеев, прибывший с рабочим визитом на Ринмар, сейчас идет выбор тех поселений, которые сегодня не обеспечены интернетом. Это уже не первый визит ученых из ФВТИ в Неницкий округ. Летом 2018 года они успешно провели эксперименты в Амдерме, в ходе которых оценили возможность обеспечения интернетом точек на Северноморском пути. Сегодня мы понимаем, что мы продвинулись несколько дальше и хотим попробовать реализовать пилотный проект в Неницком округе, может быть где-то в отдаленном поселке, по обеспечению интернетом, приемлемой стоимости и хорошей скорости для жителей, для населения. Собственно, при поддержке администрации Неницкого округа совместно с Неницкой компанией электросвязи мы разрабатываем сейчас такой проект. Сейчас идет работа по выбору конкретных населенных пунктов. Известно, что это будет восток региона. Западная часть более-менее в Неницком округе обеспечена. Это будет восточная часть. Грубо говоря, если опускаться от Амдермы вниз и правее. Вот, собственно, пока так. По словам представителей МФТИ, оснащение отдаленных поселений качественным интернетом планируют провести в ближайшие три месяца. Как чувствуют себя ученики городских автошкол на весенних дорогах и тонкости вождения в экстремальных погодных условиях для начинающих от опытного инструктора? Эта тема поддержана нашими подписчиками на страничке ВКонтакте в пятничном опросе телеканала «Север». Наша съемочная группа провела час занятий вместе с курсантом одной из автошкол Нарьинмара и теперь легко ответит на эти и другие вопросы. Водительский стаж 11-классника Никиты Ефремова чуть больше полугода занятия по вождению начались в этом году. Юноши отмечают, что с каждым днем дорога все хуже и хуже, но к возникающим трудностям относятся стоически и даже немножко по-философски. Дороги как дороги. В принципе, для России ничего нового страшного, ну, ничего нет такого. Единственное, ну, может быть, немного некомфортно ездить по лужам, по льду, а так, ну, дороги. Если по асфальту будет покомфортнее ездить, конечно. Сохранить хладнокровие на дороге с экстремальным покрытием, гололедица и огромные лужи удается далеко не всем, говорит мастер производственного обучения Вячеслав Ванюта. Ведь начинающие водители еще плохо чувствуют машину, не всегда могут оценить ситуацию. Под каждой лужей есть ямка, причем неплохая ямка. Так мы стараемся с учениками не ездить по лужам. Конечно, объясняем, что особенно молодежь и не любят газовать, чтобы прызги побольше. Естественно, что они в дальнейшем потом сами поймут, что по лужам ездить быстро нельзя. Сегодня инструктору предстоит с Никитой отработать несколько маневров в городе, благо центральные улицы подсохли. Самая такая улица неблагоприятная для вождения на Редмаре какая? Минская. Почему? Конечно, лужи, потому что очень плохо чистится. Минуя неглубокие лужи, выезжаем на главную дорогу. Вот и первое задание – парковка в центре города. Инструктор подбадривает Никиту, страхует. Вот стоянки для автотранспорта. С заданием ученик справился, хотя пришлось немного повозиться. Вообще же, по многолетним наблюдениям автоинструктора, такие занятия, может быть, и не совсем комфортные для начинающих водителей, но полезны. После курса вождения по обледенелым дворам и глубоким лужам никакие трофи не страшны. Но и на рожон лезть тоже не стоит. Видите, что лужа большая, надо держаться всегда к середке, потому что в основном разбивается чаще всего по бокам. Потому что там край асфальта, естественно, там где-то какая-то дырочка водой, то чаще всего разбивается по краям. Естественно, начинающим автолюбителям советую в таких ситуациях ездить посередине. Ближе к середине хотя бы. А так лучше вообще сидеть дома в такой погоде, никуда не выезжать. Ездить на учебной машине не страшно, потому что у инструктора всегда есть вторая пара педалей. Еще, если вы увидите на дороге медленно двигающийся автомобиль с буквой «У» на крыше, не спешите сигналить, не старайтесь обгонять, не создавайте ученикам дополнительный стресс. Вспомните свои первые дни за рулем. Ольга Русул, Леонид Шишелов, Телеканал Север. Ямочный ремонт на дорогах на Ринмара. Не рано ли? Эту тему, как и тему для предыдущего сюжета, выбрали для программы «Новости» наши телезрители. Как выяснила наша съемочная группа, совсем не рано, а как раз вовремя. И вот почему. Работы по устранению аварийной ямочности на муниципальных дорогах на Ринмара предприятие «Чистый город» начало в апреле, не дожидаясь летнего сезона. Это стало возможным благодаря новому оборудованию, которое было закуплено в прошлом году. Рециклер, асфальторез и пластомаркер для нанесения дорожной разметки. Общая сумма закупок составила чуть больше 750 тысяч рублей. Технология такова. Старый слой асфальта снят из дорожного покрытия, теперь используется во второй раз. Он загружается в бункер рециклера, нагревается до необходимой температуры с добавлением вяжущих веществ. Этой смесью заполняются аварийные ямы на дорогах, а затем выравниваются. Дорожные работы проводятся с использованием навесного рециклера – устройства для повторного использования асфальтобетонной смеси. Оборудование установлено на тракторе «Беларусь». Город действительно начал на экстренно-аварийных участках ямочный ремонт. Но ямочный ремонт – это только для участков, которые представляют угрозу для безопасности дорожного движения. Технология, которую они принимают, – это технология литого асфальта. Ее разрешается применять до минус десяти. Понятно, что участки, которые ремонтируют таким образом, они не должны быть в воде. По крайней мере, влажность допускается, но лужи, которые сейчас есть, этого не допускаются. Такая технология в Ниньском округе используется впервые. Использование рециклера позволяет экстренно устранять аварийную ямочность в осенний-весенний период после схода снега и осадков. Кроме того, нет зависимости от поставщика асфальта, поскольку ремонтным материалом служит использованный дорожный слой. За счет этого снижается стоимость работ, исключаются расходы на транспортировку материалов. Мы бы не поддерживали эту технологию, понимая, что это временное какое-то действие. Но мы прекрасно понимаем, что если на этих дорогах, которые я назвала, останутся те ямы глубокие, то у нас может быть повреждение автомобилей, не дай бог, а какие-то аварии могут возникнуть только из-за того, что мы имеем такие сложные дороги, которые в зимний период, к сожалению, пришли в ненормативное состояние. На предприятии отметили, что рециклер используется только для устранения ямочности, а не полноценного ремонта дорог. Александра Литкова, Антон Водряков, Телеканал Север. О том, как проходит состязание, расскажем в следующем материале. Спортивная площадка забита практически до отказа. В одной шеренге более 200 юношей и девушек – лучшие представители детского волейбола. Масштабы впечатляют. Турнир «Юный динамовец» – традиционные соревнования, которые закрывают спортивный сезон в регионе. Ребята намерены показать все, о чему научились за минувший год. Дети ждут, дети готовятся. Дети, а он у нас уже стал традиционным, поэтому они уже знают заранее, к чему они готовятся и что им нужно будет в этом месяце, именно апрель. Для них очень серьезный месяц. 26 команд, 3 возрастные группы и десятки встреч. Формат соревнований, круговая система. Каждый играет с каждым. Чем больше набранных очков, тем больше шансов оказаться вверху турнирной таблицы, а значит занять первое место. Глеб Чупров – представитель команды «Лидер». Не так давно выступал за сборную округа на межрегиональных соревнованиях в Петрозаводске. Результат признается скромный. Пятое место из шести, но главное – другое. Получен бесценный опыт, которого зачастую не хватает нашим спортсменам. Говорит, уровень у многих местных команд сегодня примерно одинаковый, то есть явных фаворитов нет. Ну, у них уровень, как у нас, примерно как… Ну, не знаю, как объяснить, но у них уровень, как у нас, можно сказать. Но там на выездных соревнованиях они могут тоже занять предпочтение места, потому что у них нет такого опыта, как там. То есть там в команде в Петрозаводске, которые были прям сильные? Да, да. Они там высокие и у них хороший опыт. «Лидер-3» – одна из первых встреч на турнире. Ожесточенная борьба за каждый мяч с первых секунд игры. Какое-то время волейболисты идут на равных преимущества в одно-два очка. В середине первой партии «Норду» удается уйти в отрыв, в основном за счет невынужденных ошибок соперника. Тренер команды «Лидер-3» Алексей Литков буквально на ходу дает ценные указания своим воспитанникам. «Ты, капитан, значит, ты помогай команде. Посерьезнее, давайте. Приемы, отберите с подачей, все, и все пойдет. Нет!» «Почему вы едите? Нет!» Накал страстей запредельный. Переживают все. Каждая заработанная очка у болельщики празднуют громко и продолжительно шумно, словно на заполненном стадионе. Первая партия за командой «Норд». Волейболисты признаются, несмотря на то, что, по сути, это третий состав лидера. Играть соперником крайне сложно. У нас пока что все получается хорошо. И, ну, есть немного проблемы с подачей. Чуть-чуть подачи есть. Много она так страдает. Вторая партия в итоге тоже останется за представителями спортивной школы «Норд». Общий счет 2-0. Впереди у команды счет достаточно игр. Поэтому в турнирной таблице может поменяться все. Организаторы соревнований тем временем говорят, с каждым годом количество участников непременно растет. В волейбол теперь часто приходят совсем еще юные спортсмены. Очень хорошо, что именно вот маленькие детки, вот начиная вот уже первый, второй класс, вот они приходят. И многие, конечно, и уходят. Но есть дети, которые занимаются до поступления куда-то в высшее учебное заведение, занимаются волейболом. Но я думаю, и там же они приходят. Если уже, как говорится, ты игрок и занимаешься, ты и дальше будешь заниматься все равно спортом. Что касается итогового турнира, то он завершится в предстоящую субботу. Тогда же состоятся встречи за призовые места. Кубки и медали разыграют в трех возрастных группах. Поддержать команды можно в спортивной школе «Старт», которая расположена на улице Меншикова. Олег Котанзейский, Леонид Шишелов, Телеканал Север. 25 апреля завершится онлайн-голосование за участниц всероссийского конкурса «Краса Росгвардии». Ненецкий округ на нем представляет лейтенант полиции Софья Стукова. «Краса Росгвардии» Заполярье уже набрала почти 30 тысяч голосов. Софья с детства мечтала стать врачом или защитницей отечества. В войсках национальной гвардии она смогла совместить эти две профессии в одну. Основными задачами медицинской службы являются сохранение и укрепление здоровья сотрудников и военнослужащих, пропаганда здорового образа жизни, своевременное выявление заболеваний и диспансерно-динамическое наблюдение личного состава. Я ответственно подхожу к выполнению служебных обязанностей, потому что мы стоим на страже здоровья тех, кто ежедневно выполняет служебно-боевые задачи по охране общественного порядка и обеспечению общественной безопасности. В управлении Росгвардии по Ненецкому округу Софья Стукова открыла для себя необычное увлечение – футбол. Теперь без ее участия не проходит практически ни один товарищеский матч. Красавица в погонах увлекается баскетболом, волейболом, музыкой и чтением художественной и научной литературы. Чтобы проголосовать за Софью, достаточно перейти в соответствующий раздел официального интернет-сайта Росгвардии по адресу rosguard.ru. Такова информационная картина этого дня. Также наши новости можно увидеть в официальной группе телеканала «Север Вконтакте». Далее смотрите прогноз погоды.